Чтобы получить справку о вакцинации, мне не пришлось предпринять слишком много действий. Достаточно было ввести в поиск связанные по этому запросу слова. Мы здесь, чтобы спасти мир от этой ядовитой вакцины. Держитесь подальше от вакцины и спасайтесь, пока мы продолжаем эту борьбу. Плата за услугу оказалась для меня выше ожидаемой и составила 350 долларов. Покупка сертификата вакцинации теперь стала возможной не только в тайных уголках интернета, но и через мессенджер Телеграм. В этом видео я покажу, как работает рынок продажи серых сертификатов, сколько стоят подобные услуги, кто этим занимается и смог ли я приобрести такой документ. Всем привет, это Телеграмер. Пока мы не подошли к этой жаркой теме вплотную, хочу попросить вас поставить лайк на видео, дабы поддержать мои старания. Вы и только вы. То, ради чего создается новый материал. Давайте начинать. Пандемия коронавируса, которая длится уже более полутора года по всей планете, заставила изменить свой образ жизни. Все началось с перехода на удаленный тип работы, продолжилось с закрытием границ и появлением новых правил на улицах и в помещениях. Вакцинация – еще одна тема, которая поделила общество на два лагеря. Кто-то выступает за и тем самым получает возможность путешествовать по миру и ходить в свои любимые заведения. А кто-то против, заявляя, что таким образом людей снова делят и кому-то дают возможность нормально существовать, а кто-то остается ни с чем. Я бы мог долго обсуждать плюсы и минусы всей затеи вакцинации, но меня заинтересовало больше вот что. Спустя примерно год после появления вакцин, возможно ли получить фейковый, ненастоящий сертификат вакцинации и больше не переживать о запретах? Оказалось, что если еще пару месяцев назад подобные справки можно было приобрести только на просторах Даркнета, сейчас объявления о продажах подделок перекочевали в мессенджер Телеграм. Причина, по которой это произошло, скорее всего, заключается в том, что поставщики таких услуг захотели найти новых покупателей, сохранив при этом некоторую степень конфиденциальности. К тому же, в отличие от Даркнета, который доступен не всем, Телеграм позволяет быстро охватить огромное количество людей благодаря группам и каналам. Несмотря на то, что мессенджер запрещает три типа контента – спам и мошенничество, сообщения, пропагандирующие насилие и распространение порнографии, тем не менее нельзя скрыть факт того, что в Телеграме можно встретить рекламу онлайн-казино, сомнительных финтех-проектов и вот теперь продажу фальшивых документов. Исследовательское подразделение компании Checkpoint, занимающейся кибербезопасностью, опубликовала новый отчет о масштабах черного рынка поддельных сертификатов о вакцинации, организованном в Телеграме. По оценкам экспертов, в настоящее время существует более 2,5 тысяч активных группы каналов, продающих поддельные справки о вакцинации из разных стран по всему миру. Группы и каналы, торгующие поддельными документами, насчитывают тысячи участников, а самый большой канал имеет 450 тысяч подписчиков. В среднем за сертификат просят 100 долларов, а все, что нужно для покупки, сообщить продавцам, из какой вы страны. Возможно ли прямо сейчас любому человеку приобрести сертификат вакцинации? Как происходит этот процесс? И получил ли я свою справку? Об этом поговорим далее. А пока короткое напоминание о важности вашей подписки на канал. Так вы стимулируете меня создавать еще больше полезных видео именно для вас. Чтобы получить справку о вакцинации, мне не пришлось предпринять слишком много действий. Достаточно было ввести в поиск связанные по этому запросу слова и получить массу различных группы каналов, которые предлагают приобрести такого рода документ. Я написал по указанным контактам на ресурсах, чтобы заказать документ. Кто-то мне ответил моментально, а кто-то до сих пор не прочитал сообщения. Стоит отметить, что продавцы документов, безусловно, уверяют в подлинности серых сертификатов. А еще частенько играют на эмоциях людей, публикуя различные посты с опасностью вакцинации, последствиями после прививки и объяснениями, в чем угроза всего этого процесса. Честно говоря, их информация выглядит достаточно шокирующе, что еще больше заставляет пользователя задуматься о покупке документа. Вам не нужно делать укол, чтобы получить сертификат. Мы здесь, чтобы спасти мир от этой ядовитой вакцины. Держитесь подальше от вакцины и спасайтесь, пока мы продолжаем эту борьбу. Это только часть призывов, публикующиеся на каналах и в группах. Для проведения сделки с продавцами можно связаться непосредственно через Телеграм, а также WhatsApp или электронную почту. Один из продавцов спросил у меня, в какие сроки мне нужен сертификат. На что я ему ответил, как можно скорее. После мне нужно было предоставить информацию о себе, имя и фамилию, дату рождения, указать адрес, куда доставить сертификат, написать номер телефона, а также придумать дату двух вакцинаций, что немного завело меня в ступор. Ведь звучало это как-то странно. Плата за услугу оказалась для меня выше ожидаемой и составила 350 долларов. Интересно то, что продавец даже не поинтересовался сертификат, какой вакцинам не нужен, поэтому я уточнил, какой могу получить. Оказалось, я сам могу выбрать, какой пожелаю. Дальше меня поджидал еще один шок. Помните, я говорил, что каналы и группы публикуют призыв о том, что вакцинирование – это плохо. Так вот, у продавца я уточнил, насколько могу быть уверен, что сертификат мне придет, и они не обманут меня. Ответ вообще не коснулся темы вопроса. Вместо этого продавец просто начал психологически давить на меня, сообщив, что несмотря на то, что это платная услуга, они стремятся помочь всем, кто не желает стать жертвой вакцины. Интересный ход, не правда ли? Позже он добавил, их работа на 100% законна, что априори невозможно. И все же, не получив ответ на свой вопрос о гарантиях, я решил переспросить и все-таки добиться ясности. Вы не должны беспокоиться, вы получите то, за что заплатили. Вот такой ответ я получил на вопрос о подлинности сделки. Кстати, перед этим продавец удалил еще одно сообщение, где указывал, что за последние две недели отправил более 20 сертификатов по всему миру. К сожалению, скрин этого сообщения я не успел сделать, поскольку оно было сразу удалено. Почему – непонятно. Оказалось также, что срок доставки документа по моему месту жительства может составить от 48 до 72 часов, в зависимости от того, будут ли корректировки от меня в документе. Получается, что либо это очередной повод задуматься о реальности существования этого сертификата, либо продавец, у которого я решил заказать документ, находится ближе, чем мне кажется. Хотя мы общались на английском языке, и определить, русский ли это пользователь, я не смог. Попросив отправить фотографию с примером, как может выглядеть сертификат, я получил фото, где был изображен документ о вакцинации спутником Ви, хотя я сделал запрос о получении сертификата на другую вакцину, на просьбу показать мне фото с документом, который будет отвечать моей вакцине. Внятного ответа я снова не получил. Кроме того, финальный результат с лично моим сертификатом продавец сможет показать только после осуществления оплаты, то есть никаких стопроцентных гарантий о том, что я точно получу документ после отправки денег. У меня так и не было. Продавец предоставил возможность оплатить услугу через PayPal или отправить биткоины. По сути, оставалось дело за малым – решиться и оплатить. Исходя из диалога, который проходил между мной и продавцом, было куча «но». И никаких гарантий, что это не мошенник. У меня так и не появилось. А пустые слова с убеждением, что все будет в порядке, и я получу сертификат, меня не устроили. Мое решение – не доверять сомнительным продавцам, которые не могут доказать подлинность своей работы. Я же хочу отметить, что данное видео носит лишь информационный характер и не является призывом к любому из действий – от вакцинирования до покупки серых сертификатов. Сегодня я показал вам, как работает подобный рынок, который активно масштабируется и становится все популярнее. Если же вы все-таки решились на такое действие, помните о двух вещах. Первое – практически в каждой стране мира покупка, использование и распространение фейковых сертификатов караются законами. Второе – если вы все-таки решитесь приобрести себе ковид-сертификат, нет никаких гарантий о подлинности сделки. Отправив деньги продавцу этой сомнительной услуги, он может просто пропасть, почистить переписки. И даже если вы сделаете их скрины, доказать вину не получится, ведь вы попытались купить серый сертификат. Прибегая к таким методам, можно потратить зря не только кучу времени, но и денег, и даже свободы. Поэтому будьте предельно аккуратны. А как вы относитесь к подобным рынкам на просторах Телеграм? Должен ли мессенджер более агрессивно заниматься блокировкой таких ресурсов? Ваши мысли я очень хочу прочитать в комментариях под роликом. А на сегодня все. Это канал Телеграммер. Подписывайся и будь в курсе всех событий.